Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня мы с вами продолжаем цикл передачи «Открытая Церковь» совместно с Хором Духовенства Санкт-Петербургской Метрополии и телеканалом «Союз». Сегодня я хотел бы с вами поговорить о свободе. Бог наделил человека величайшим даром, ценностью, и это то, без чего мы не можем мыслить человека. Потому что мы с вами знаем, что человек — это образ и подобие Божие, и вот свобода как раз является одним из таких важных качеств и условий пути человека к Богу. Безусловно, это ценность. И мы с вами знаем и видим, что практически вся история человечества — это борьба за свободу. Свободу в её разных проявлениях. Будь то социально-политическая, может быть, религиозно-национальная, а иногда и духовная свобода, то, что человек под ней понимает и что он хочет с этой свободой сделать. Наоборот, несвобода — это величайшее зло, это унижение человеческого достоинства. И вот мы с вами видим, как наш современный мир, он очень часто с экранов телевизоров, с мониторов, компьютеров, с газет призывает нас быть свободными. И какие-то государства пытаются насадить другим демократию. В общем, происходит то, что происходило всегда, в принципе. И вот за всем этим стоит вопрос, а что же такое настоящая свобода? Ну, в понимании христианина настоящая свобода — это та свобода, когда человек идёт к Богу, когда человек выбирает Бога. И настоящая свобода, она возможна только в Боге. Вот когда до человека дойдёт это понятие, когда он поверит, и когда он увидит, что действительно всё то остальное, о чём кричит мир, — это не настоящая, это не свобода. А настоящая свобода, она возможна только в Боге. И по этому поводу, конечно же, есть различные высказывания и самого Господа. Познайте истину, истина сделает вас свободными. И апостола Павла, и послание Коринфянам, и во многих других местах, где Дух Господень, там свобода. И многие святые отцы высказывались. Но все они, конечно же, высказывались в едином духе. Например, святитель Тихон Задонский, он говорит, что такое свобода. Это произвол, может быть, ни в коем разе. Потому что если человек будет свободен, свободен от закона Божия, свободен от его заповедей, то это как раз и превратится в произвол. И там, где он думает, что он свободен, он уже является рабом греха, рабом страстей, рабом дьявола. Ну и, в принципе, все святые отцы в своих высказываниях, они единодушны. И они нам как раз таки пытаются показать и предостеречь нас от какого-то произвола, от свободы в кавычках. И мы с вами должны помнить, что свобода — это ценность. И человек избирает то, к чему он стремится, то, чего он хочет. Кто-то выбирает какое-то творчество, кто-то выбирает еще что-то другое. Но вот в то же время, когда человек свободен, как ему кажется, что он свободен, когда он эту свободу расточает направо и налево, когда он делает то, что хочет, в принципе, то, что превращается в такой произвол, он чувствует, что за этим, вот за этой свободой стоит какая-то пустота. Вот эта свобода, она действует как-то негативно на человека, когда она действительно является произволом. И это нам дает понять, что свобода — это не абсолютная ценность. Это ценность, да. Но за ней должно стоять еще что-то большее, что-то важнейшее, чем сама свобода. То есть свобода — это только такое направление движения. То есть это, можно сказать, один из шагов, один из важных векторов направления к чему-то. А вот к чему уже человек выбирает сам. И вот не будет ошибкой, если мы выберем направление к Богу. Потому что как раз тогда человек и раскрывается в истинной свободе. И опять же преподобный Евреев Ефрем Сирин говорил, что внутри нас должно быть такое сокровище, сокровище духовное, сокровище, отобранное тщательно. Но вот иногда мы с вами, когда мы заглядываем внутрь себя, мы видим, не всегда мы видим сокровище, а иногда мы с вами видим человека внутреннего, связанного по рукам и ногам. Человека, который как раз-таки не свободен, человека, который повязан с тростьми и пороками. И вот тогда получается так, что мы с вами похожи на марионетки. Потому что вроде мы свободны, никто нас физически не связывает, но вот духовно мы связаны. И вот эти страсти и пороки, они дергают за ниточки. И мы им так повинуемся, то направо, то налево. И вот действительно как марионетка, как какая-то кукла, которая ведомая кем-то, таким искусным режиссером, имя которому дьявол, который играет на наших страстях, на наших пороках и использует нашу свободу как раз-таки во вред нам. И, как я уже сказал, настоящая свобода, она, возможно, только по направлению к Богу. И вот тогда человек действительно поймет, что в Боге раскрывается истинная свобода, что я буду свободным только тогда, когда я буду стремиться соблюдать заповеди Господни, когда я буду стремиться жить по тому закону, который дал Бог для человека. И это очень важно. И, наверное, очень правильно сказал святитель Лука, воин Осенецкий, что нужно идти средним путем, путем добродетелей, если мы люди такие мирские, в то же время что-то черпать от монашества. Это пример молитвы, может быть, пример какого-то послушания. Что-то черпать от каждого вида подвига. Я не говорю, что там у нас, наверное, не хватит сил, если мы будем полностью наследовать примеру какого-то святого. Но вот хоть немножко в чем-то, немножко взять от этого, немножко от этого. И вот таким вот средним путем, его иногда называют царский путь, вот этим путем можно идти для человека. Можно черпать все хорошее. Можно быть свободным и нужно быть свободным от греха. И вот в этом заключается как раз-таки истинное призвание человека, чтобы мы отличали, где настоящая свобода, а где эта свобода замаскирована, где она мнимая, где это не свобода, а это просто какое-то рабство получается, рабство дьяволу и греху. И как раз неверующий человек, он приходит, может быть, первый раз или недавно начал ходить в храм, и вот он не видит этот путь спасения. А в чем состоит мой грех? Я ничего плохого не сделал. Человек такой же, как все. Как раз человек не видит своего рабства, не видит своей погибели духовной. А свободный человек, он видит, что может быть в этот момент, сегодня я опутан какой-то страстью, но, по крайней мере, я вижу это. Я вижу, а это значит, что я могу и должен с ней бороться. Это значит то, что Господь мне открыл глаза, Он показал мне, что на данный момент ты не свободен, у тебя есть с чем бороться, с каким-то грехом. И в этом плане, конечно, мы должны благодарить Бога и научиться ценить этот дар, истинную свободу. Настоящая свобода заключается в том, что мы должны нашу свободу, которую наградил нас Господь, перенести в жертву Богу. Вот это будет правильный шаг, самый правильный для человека. И святитель Иоанн Златоуст сказал такие замечательные слова, что истинно свободен тот, кто верует в Бога, тот, кто действительно готов принести свою свободу для Бога, потому что Бог, Он превыше всех бедствий, и Он действительно сделает человека свободным. и уже сделал, принеся себя в жертву. Будем, братья и сестры, помнить, что свобода — это великий дар, это величайшая ценность, но это не абсолютная ценность. Будем помнить, что настоящая свобода возможна только с Богом и только в Боге. И своим детям, своим близким, родным тоже будем об этом говорить, что настоящая свобода, она возможна только с Богом. Время передачи нашей подходит к концу. Я с вами прощаюсь, призываю на вас Божие благословения. Храни все Господь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok